Элла Кисаева, председатель общественной организации «Голос Беслана». Ну, Элла, вы выиграли Суд Европейский. Как вы чувствуете? Это же большая победа, но с другой стороны горькая. Столько лет жизни было для того, чтобы эта победа состоялась в том виде, в котором она есть. У нас вполне мы удовлетворены решением Европейского суда. Так как вторая статья, она полностью признана, право на жизнь было нарушено, право на расследование, на суды. Это все на эффективные суды, эти все права были нарушены российским государством. И Европейский суд настоятельно рекомендует свое решение провести расследование. Да, там нет фамилий, тем не менее, вина государства признана. Мы знаем, что за действиями государственных чиновников, силовиков стоят конкретные генералы. Мы давно, все эти годы, называли их имена. И вот сейчас, когда речь на форуме пошла о люстрации, мы говорим, мы для себя делаем такие выводы, что по Бесланскому таракту тоже нужен свой список Магнитского. Эти люди должны пройти иллюстрацию, их должны знать. И, конечно, как сказал Гарри Кимович, те, которые совершили уголовные тяги, они должны понести уголовное наказание, а остальная часть просто не должна быть допущена до управления страной. Я так понимаю иллюстрацию, чтобы не было повторения того, что случилось. Чтобы наша страна через страдания пошла на новый этап развития, на демократическое развитие. Как власти отреагировали на это решение суда европейского? И идут ли выплаты, в конце концов? Пока еще нет. Это еще 14 июля, если европейский суд отклонит. Я знаю, что российская сторона, правительство собирается обжаловать решение в части статьи 2. И, конечно, их не устраивает, что европейский суд принял решение, что большинство заложников погибли от действия летального орудия, примененное военными по зданию школы полного заложников. Конечно, их не устраивает, они будут, скорее всего, обжаловать. Но если европейский суд решится, что нет основания для рассмотрения этой жалобы, то 14 июля – это решение ступить в законную силу. И дальше мы по закону имеем право просить возобновить судебный процесс, в том числе и суд по Кулаеву, террористу, единственное, выжившему. Он сидит по жизненный срок. Но мы понимаем, это теоретическое наше право, и мы им, конечно, воспользуемся практически. Но сейчас и той власти, которая совершила преступление в Беслане, нам просто не дадут этим правом воспользоваться. Мы это понимаем. Мы вообще люди такие практические. Мы понимаем, когда мы шли в Страсбург, мы понимаем, что лет 10 нам придется ждать этого решения. Мы понимаем, что мы правом на расследование воспользуемся не сейчас. Но само решение дало нам шанс и надежду жить дальше. Во-первых, стремление к европейскому решению все эти годы нас стимулировало и морально поддерживало. И сейчас это решение, которое мы имеем право на расследование, это решение, оно тоже опять стимулирует нас, потому что мы должны дальше добиваться того, чтобы наказали виновников. Пусть это будет потом, пусть это будет через 10 лет. Возможно, это пессимистический вариант. Я считаю, что мы надеемся на то, что это будет гораздо быстрее. Но тем не менее, мы набрались давным-давно терпения. И как жизнь показала, что Бог нас не оставит. Он нам помогает. И то, что Европейский суд принял такое решение, мы считаем, что это знаковое, что и дальше Бог нам будет помогать, что и ответственность уголовная наступит, и виновники будут наказаны, в том числе и нынешний президент страны. И он совершил конкретное уголовное деяние по Бесландскому теракту как верховный главнокомандующий, потому что 58-я армия подчинялась, подчиняется верховному главнокомандующему. И они применили летальное оружие, значит, за это нужно отвечать. Большинство заложников погибло в следствии действий и силовых структур, которые подчинялись президенту, и за это рано или поздно должна наступить ответственность. Да, но они же могут не исполнить решение суда европейского, правильно? Сейчас уже какие-то принимаются чуть ли не законы на эту тему. Да, мы это знаем, что они могут не исполнить, могут проигнорировать, могут все что угодно, могут, но решение суда, вердикт суд вынес. Точка поставлена практически. И вина государства, в общем, перед потерпевшими, она признана судом. Это самое главное. Это самое главное. Какая сейчас вот обстановка в Беслане вообще вот атмосфера жизни? Силу того, что информационная это новость, это решение суда, мы не можем, не имеем никаких таких возможностей, чтобы довести массово до людей, до населения Северной Сити. Кто такой активный пользователь интернета, он, конечно, в курсе этого, потому что тема Бесландского таракта, она очень больно коснулась практически каждого жителя Сити. И они в курсе. Те, которые не пользуются, а из них, я думаю, что не менее 50% не пользуются интернетом, больше любят читать газеты, они не знают. И наша задача просвещать население, наша задача говорить о том, что Европейский суд принял такое решение. И мы еще не только простых людей просим ознакомиться с этим решением, печатаем, распечатываем вот этот прайс-релиз, с которым короткое содержание решения, раздаем эти листочки. Мы еще выступаем на разных платформах, в том числе и здесь я буду выступать, и просить политиков всех рангов, политиков, до которых дойдет наша информация, в том числе и не только российских, но и западных, просить ознакомиться с решением суд. Потому что это настолько важное решение, что я думаю, что они должны этим решением руководствоваться, когда принимают какие-то решения, когда встречаются с политиками, которые совершили преступление в Беслане. Они должны знать, кто это люди. Не потому, что мы так решили. А кто эти люди? Потому что это люди, это первые лица. Как бы вы их описали? Это президент страны Путин, это его ближайшее окружение, это генерал Тихонов, Проничев и ряд других, ну, Галиев тоже сам, хотя он уже не министр, но тем не менее. Эти лица, они должны понести ответственность, конечно. Они должны понимать, что решением суда, решением суда, в общем-то, признано, что школу обстреляли. И за этим преступлением стоят вот такие высокопоставленные лица. Они отдавали приказы вот сюда, Нургалиев и так далее. Отдавал приказ генерал Тихона, заместитель директора ФСБ, за действием, я еще раз повторяю, за действием военных силовиков, в общем-то, если не последовало наказание военных, то, что совершили они, и сейчас уже, фактически Европейский суд сделал то, что не сделали судебные инстанции в России. Он помог судебной инстанции, он помог следствием, то, что унес такое решение. Ведь столько лет следствие это все не доказало и не провело настолько тщательное расследование, как это сделал Европейский суд. Это не против России, это в помощь России, считаем, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. Да, да, конечно. А как вот местное население Бесланское вот относится к вам? Оно поддерживает, сочувствует как-то или осуждает, может быть? А вот насчет этого я попрошу вас прочитать статью Ильи Азара «Медуза». О том, статья называется «Быть не можно, чтобы не было вынуждено». Там очень как бы описывает, как действительно население относится, потому что население под мощным прессингом, население под мощной агитации и в то же время если человек, люди напуганы, люди напуганы, и если тем не менее его спросить многие, большинства, как он относится к тому, допустим, как мы вышли в футболках с надписью «Путин, палач, без слава» на 1 сентября 2016 году, то оказалось, что они нас поддерживают. И те письма, которые мы получали, и абсолютно незнакомые нам люди, жители Северной Сети писали нам, когда нас обязали, вынесли решение судебное, правобеджение, судебное решение обязательных работах, то они и говорили «Мы за вас поработаем, мы за вас заплатим эти штрафы». Мы, конечно, сами все заплатили, но тем не менее вот это тепло, которое исходило от этих людей, оно нам морально нас поддерживает. То есть, несмотря на пропаганду, запугивание, страх, люди остаются людьми и понимают, что к чему, да, и кто есть кто. понимает, что к чему большинство из людей, если Илья Азар брал интервью, и мы и сами это, я просто пример привожу в этой статье, мы и сами знаем, что нас поддерживают. Но когда он брал интервью, люди знали, что он не записывает их, то они говорили, ну, как бы тайно говорили, мы их поддерживаем, мы их не осуждаем, мы тоже так думаем, и это говорит о том, что действительно нас поддерживают. и резонанс, который вызвал наши футболки, тоже говорит о том, что нас поддерживают. Люди на вашей стороне. Да. Люди на нашей стороне. Те, которые никак не отреагируют, может быть, даже против, они, как правило, либо они служащие, либо просто находятся под действием мощной агитации, когда в Северной Сити кругом по дорогам висят плакаты президента с надписью. Мы верим крупными, и когда в школах прославляют действия спецслужб в теракте, это, конечно, возымело свое действие, и мы считаем своей целью, своей задачей просвещать население всеми методами. Все, что можем делать, рассказываем, распечатываем, все, что можно мы делать через своих знакомых, через незнакомых, как можем доводим эту информацию для нас. Спасибо, что поделились этой информацией, Элла, и успехов вам и мужества. Спасибо вам. и мужества.